Всем привет, с вами LeftaPlay, Артём, Ольга и совсем не новая, но Left 4 Dead. Да, горячо любимая нами, горячо любимая мной игра Left 4 Dead. И почему мы её откопали? Откопали мы её потому, что просто тупо соскучились. Все про эту игру знают, мы, наверное, не будем ничего нового рассказывать, если вы вдруг не знакомы. Ну да, это актуальная на данный год игра про апокалипсис, все умирают от того, что на них нападают слабые зомби. Лучше зомби в апокалипсис. Да, друзья не пропадают, а просто переходят в новую стадию существования. Если вдруг кто не помнит, это игра на четверых, сугубо на четверых, то есть если никто не играет из ваших друзей, их заменяют боты. Да, в которых откуда... Которые надо бегать, стрелять остервенелых зомби, зомби очень много. Метко стреляют хоть шутганами, между прочим. Да. Что мы хотим сделать? Мы поиграли буквально немножечко, чуть-чуть, один вечерочек, прошли один уровень и хотим поделиться с вами... Конкретно No Mercy это первый эпизод. И чем мы хотим поделиться? В конце каждого эпизода есть момент, где мы должны ставить свое право на жизнь, то есть бороться до последнего, пока не придет подмога. Своего рода сурвавил режим, да. И разные люди проходят это по-разному. Вот эти вот окончания эпизодов, они всегда вызывают... Напряженные. Да, они напряженные. Они всегда вызывают наибольшее количество сложностей. Все проходят их по-разному, мы решили с вами поделиться своим способом. Как мы против орды безжалостных. Да. Может быть, кому-то это покажется полезным, кто-то просто над нами поржет, так что давайте просто посмотрим и пишите ваши отзывы. Так, что, в общем-то, происходит? Что мы видим? Сначала мы, собственно, у нас есть какой-то период, когда мы, прежде чем вызвать подмогу, мы осматриваем местность. Надо прежде всего найти что? Канистры всякие взрывоопасные. Ну, нужно вообще как можно больше всего найти. То есть, здесь мы слева видим арсенал, это здорово. А справа, вот здесь, да, находится туалет, это будет наше временное убежище. Туалет это. Все знают, да, что самое безопасное место всегда в туалете. Ну, и под кроватью, и под одеялом. Да, но в данном случае здесь нет ни кровати, ни одеял, поэтому... Да, мы проверяем свою комплектацию. Главное, поскольку Friendly Fire здесь очень жестокий, надо определиться, кто сидит, кто стоит, те, кто находится. Да. Вот, теперь я побежал кнопочку нажимать, собственно. Да, радио. Сейчас скоро попрут зомби. Нас играет трое, мы с Олей, наш товарищ Миша, и один бот Фрэнсис, которого, как известно, не жалко. Да, не жалко. Потому что, вот идиоты, да, это ходячая аптечка, если она у него есть. Да, вот мы закрываемся, собственно, и наш гениальный план... Резкий скамин, сейчас он скоро должен прилететь в вертолет. Гениальный план испорчен. Он, дверь за собой закрыл. Да, зашел Фрэнсис, закрыл за собой дверь, он знает, что делать. А вот и... Собственно, от ним началось. А чем удобно отбиваться вот таким образом? Потому что зомби лезут всегда только с одной стороны, и можно стрелять вслепую. Будьте верены в том, что 90% входящих отобьет. Бесплатно. На самом деле, можно даже не использовать, вот как я здесь бездарно использую, мощное оружие. Можно просто свой деполтный пистолетик, потому что, по-любому, попадет. Лучше, да, лучше, чтобы пистолетиком было два, но это не всегда так получается. Главное, важно кричать, что ты перезаряжаешься. Потому что, когда все одновременно это делают, то неприятно. Так, у нас передышка какая-то. Да, вообще, надо... Так, вот толстар очень здесь, очень вредный человек, потому что... Ну, потому что, ни хрена не видно, на самом деле, но... Ну, это не так страшно, потому что, в принципе, продолжать стрелять в одну точку, не попадешь в кого-нибудь. Да, к тому же, те товарищи, которые видят, что происходит, ну, они спасут, они помогут. Опять-таки, в узкой комнатке всегда очень важно... Здесь что опаснее? Вот такие ребята. А-а-а, смокер. Мы вот видели, как он чуть не вытащил тебя, между прочим, из укрытия. Да, и меня спасла. Да, кроме вот танков, самое опасное, ребята, это танки. Да, смокер может вытащить. Главное, слышать музыку, кстати. Вот, как только мы услышали музыку. Да, и мы увидели Хантера. Да, мы увидели Хантера. Слава богу, от Хантера мы отбились. Ничего лишнего, Саш. А вот появляется танк, он ломает эту схему, потому что, как только появляется танк, нельзя сидеть в этом укрытии, надо тут же разбегаться и, так сказать, действовать по обстановке. Я просто где-то, я не знаю, что с вами происходит. Какой-то ад творится, мне набежали все. Они начали тебя пинать ногами, потому что, как известно, зомби в лет-сорет, они не едят, они пинают. Да, вот, собственно, танка нужно, как можно, скорее, убить. Да, Оля упала. Я его застреливаю из пистолетов. И на нее падает мертвый танк. Нет, не на нее, слава богу, тебе это везло, ты выжила. Да, то есть сейчас, вот, после того, как победили танка, есть какая-то передышка. Надо срочно поднять всех, кто упал. Поднять, Оля. Да, у меня Фрэнсис, понимаете, он выжил, смотри. Перезарядиться, снова вернуться в туалет. Если есть какие-то, остались аптечки, то сработать с этими аптечками, посмотреть по обстоятельствам, кого надо лечить, кого не надо, что нужно сэкономить, потому что танк не последний далеко. И, в общем-то, самый легкий, первый. Что здесь еще нужно сказать? Что заранее лучше всего запастись правильно на дополнительном оружии. То есть, как для Молотова и бомбочкой. Здесь Фрэнсиса обрызгали, и, в принципе, нам пофиг. Это очень хорошо, потому что все зомби теперь играются на Фрэнсиса, а Фрэнсиса нам не жалко вонбор, поэтому нам тут только хорошо. Получится под ним, не получится. Ой, какой живучий вообще, а? Он же Фрэнсис. Ну да. Хотя вон упал. Я, по-моему, предприняла попытку его спасти, но нет. Действуем по обстоятельствам. Время от времени нужно, да, брать таблеточки и брать новые патроны. Я смотрю, ты наконец перешла на пистолет, и вы пистолет. Бесконечные патроны, это очень удобно. И кто-то ест Фрэнсиса, кто-то ест Фрэнсиса, но оно по-прежнему не должно. Так, у нас толстячок. Я почему-то стреляю в твою попу, что ты там делаешь? Кстати, friendly fire, моя попа не одобряет. Так, снова лезут зомби. Главное, вот сейчас мы сделали неправильно, если честно, потому что Миша вышел, надо срочно заходить обратно и отбиваться до последнего. В общем-то, идея, я думаю, ясна. То есть, в туалете четыре угла, если надо их занять, двое стоят, двое сидят, чтобы с friendly fire друг друга не убивать, и просто аккуратно-аккуратно работать вот в этой одной точке. Да, и главное, слушать музыку, убивать смокеров, убивать хантеров и видеть друг друга, более-менее, конечно, стараться в поле зрения. Так, сейчас я смотрю, опять небольшая передышка, значит, скоро может появиться второй танк. Да нет, пока вот... Да, на-на-на! Оля, куда ты стреляешь смокеров? Я испугалась. Вот если бы я испугался и убил смокеров в причинное место тут же на одних только рефлексах, я бы, наверное, лучше играл в эту игру. Ты опасный человек, Валерий. Ну, есть такое, не загоняйте меня в туалет. Так, зачем ты накажешь? Потому что вышел танк, да, я... Ну, на самом деле, было бесполезно уже бежать к вот этой турели, которая, не знаю, зачем там находится. Вообще, лучший способ выводить танк, это не турель, это обойти его и поджечь коктейльный молот. Я заранее его взял, и пока ты отвлекал танка, я обошел. И стал коктейлем молотом, ну, неважно. Обошел и коктейлем облил танк. Горящий танк, он уже не такой страшный, потому что... Как ты упорачиваешься? Я надеюсь, что он... А, он пролез бачком. Я вообще похожа на белочку на кофейне. Ты посмотри на меня. Я полностью согласен. Быстро-быстро-быстро наверх. То есть, на самом деле, здесь достаточно удобно, потому что танк бегает по кругу за тобой, а ты от него так, по лестнице. Когда танк горит, это уже не так страшно. Рано или поздно, он сгорит сам, от него можно просто убегать. Да, ну, учитывая, что у нас сложности все-таки нормальные. Нормал. Учитывая, что экспертом надрали нам в заднице сразу же. Так, как только кончился второй танк, это значит, что мы начинаем убегать к вертолету. Он сейчас уже... Я уже приготовил бомбочки, и вот я сейчас мечусь, мечусь, думаешь, что девочки, кидай бомбочку, и ааа, вовремя. Все прям как по сценарию. Зачем нужна эта бомба? Потому что зомби на нее очень сильно агрятся, и она позволяет дойти до вертолетов, потому что дойти до вертолета, на самом деле, в таких случаях, это самое сложное. Да, казалось бы, просто зомби, но они просто такой толпой, а ничего удачило. Я застрял, я не могу пройти. Я стреляю в тебя. Оля как-то хрюшкой за ней кто-то сидит уже в вертолете, обороняется и ждет. Вот, и так мы оба здесь, Фрэнсиса давно уже убили, Почему мы не улетаем? Потому что Миша еще жив. Да, Миша жив. Миша, Миша, умри быстро. Миша умри, умри. Здравствует Фрэнтри Файер. Что произошло? Миша мешал нам улететь. И мы его жестоко убили. Потому что Фрэнтри Файер дело хорошее, выжить. Мы должны выжить. Ну да, играешь при выживании, так что в титрах скажут в память о, и все будут счастливы. В память о Луисе. Так что первый и последний полезный совет. Из жалости убивайте Мишу, если он не успевает вовремя эвакуироваться. Если в вашей команде есть Миша. Если в вашей команде есть Миша. Он отвлек зомби на себя, в общем-то, это самопожертвованный поступок. Об этом даже целый аддон был. И что хочется сказать. На самом деле, мне даже было приятно пересмотреть все это достаточно смешно со стороны. Я наконец посмотрел, как ты играешь и понял, почему у тебя очков больше, чем у меня. Как правило. Ну, любимая игра. Собственно, надеюсь, вам понравился такой вариант. Или не понравился. Напишите нам об этом. Как мы орали. Да. Если вы хотите воспользоваться этим способом, пожалуйста, воспользуйтесь. Если у вас есть свой, ну, расскажите, мы попробуем. Такие выпуски, я думаю, еще будут по старым играм, потому что просто всегда интересно вернуться к чему-то там хорошо изученному и вспомнить, как это было. Поэтому играйте в Left 4 Dead, будет вам счастье. Счастье будет вас пинать, потому что... Когда счастье вас пинает, это хорошо. Когда счастье вас пинает, это хорошо. Смотрите на сцену. Всего доброго. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...